С 1 января 2013 года на всей территории России начнется выдача универсальных электронных карт по заявлениям граждан. На сегодняшний день УЭК уже выдают в Московской и Астраханской областях, в Татарстане, Краснодарском крае и Башкирии. Основная идея проекта – вместо десятка справок одна карта. УЭК призвана облегчить и упростить процесс получения гражданином государственных, муниципальных и коммерческих услуг. В нашем городе оформлением документов для ее получения занимается отдел социальной защиты населения. Универсальная электронная карта – это единый стандарт Российской Федерации по идентификации личности гражданина с использованием следующего. Первая на карте будет фотография гражданина. На карту заносятся фамилии, имя, отчество, а также вносятся данные по полису обязательного медицинского страхования и пенсионного страхования. С помощью карты можно будет получить государственные, региональные и коммерческие услуги в электронном виде с использованием банкоматов, инфокиосков, персональных компьютеров, мобильных устройств. Универсальная электронная карта сочетает в себе полис обязательного медицинского страхования, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, а также платежную банковскую карту. Помимо этого, с ее помощью можно оплатить проезд на городском транспорте, получить пенсию, льготы, субсидии и хранить их на счете, оплачивать услуги ЖКХ, расплачиваться за товары и услуги, получать наличные и денежные средства. Кстати, что касается денег на банковском приложении, если человек потерял карту вместе с пин-кодом, главное вовремя это заметить. Карту можно будет заблокировать и перевыпустить. Универсальная электронная карта, как я уже сказал, имеет сведения о владельце этой карты. Но вот эти данные, они хранятся в банках данных тех организаций, где предусмотрены. Ну, пенсионный фонд, это пенсионное страхование и так далее. Эти данные гражданина не могут быть разглашены. Эти данные защищаются. Специально существует система защиты персональных данных каждого гражданина. Ну, а если кто-то нарушает, то там преследование вплоть до уголовного. Должностных лиц имеется в виду. Стоит отметить, что у некоторых жителей нашей республики уже есть опыт работы с социальной картой, которая, начиная с 2008 года, выдавалась льготной категорией граждан, получателям мер социальной поддержки. Используя ее, человек может получать пенсию, пособие и выплаты, оплачивать услуги ЖКХ, телефонные связи, использовать ее в качестве проездного билета. Василий Иванович отметил, что социальная карта Чувашии продолжит свое существование наравне с нововведением. И эта вот социальная карта Чувашской республики, при введении универсальной карты, она будет продолжать действовать. Но, правда, ее действие ограничено только территорией Чувашской республики. Когда истечет срок действия, значит, социальная карта Чувашской республики, на основании этих же данных гражданин может так же, как и другие граждане, получить универсальную карту. Владельцами универсальной карты смогут стать все граждане России с 14 лет. Чтобы ее получить, нужно написать заявление и отнести его в ближайший, предназначенный для этого пункт приема заявлений. Для отказа от карты также нужно будет написать заявление. Таким образом, УЭК, универсальная электронная карта, способствует тому, чтобы граждане, мы будем говорить, экономили время, получали все услуги, независимо от места своего пребывания. Это, в свою очередь, разгружает учреждения, организации от лишнего наплываочередения. Продолжение следует...